МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые вести православного мира в информационном обозрении Седмица в студии Марины Селенковой. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. День семьи, любви и верности в Одессе. Как отмечали? За жизнь. Реабилитационный центр в Севастополе. Как волонтеры помогают людям, пострадавшим от действия алкоголя и наркотиков? Семь чудотворных икон Божьей Матери привезут в Киев на Владимирскую горку. Когда можно будет приложиться к святыне? На минувшей Седмице православный мир отмечал День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти святых покровителей семьи и брака, благоверных Петра и Февронии. Широко отпраздновали торжество в Одессе. На главной соборной площади города прошел музыкальный фестиваль, собравший людей всех возрастов. В ходе мероприятия каждый нашел себе занятие по душе. За ходом яркого, веселого праздника следила Наталья Марчук. Букетами ромашек, приятной музыкой, веселыми забавами для детей встречал одесситов праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Развернулся он в самом сердце Одессы, на главной соборной площади города. Подобное мероприятие, организованное молодежным отделом Одесской епархии, в Южной столице проходило впервые. Многие с радостью говорили о том, что наконец-то в городе появилась прекрасная традиция отмечать праздник, напоминающий обществу о дорогих сердцу идеалах любви, семьи и верности, и который бы позволил многим семьям расширить свой круг общения, найти новых друзей и просто провести прекрасный вечер на свежем воздухе. Это очень важно, в первую очередь для того, чтобы общение, для того, чтобы, как говорится, православная молодежь и семьи, во-первых, общались между собой, знакомились, и чтобы было какое-то единство. В наше время, когда понятие семьи вообще размывается и извращается до невозможности, такие, конечно, мероприятия очень нужны для того, чтобы люди видели, что нормальные семьи – это здорово, это классно, это весело, дети – это радость. Поэтому такие праздники очень нужны всем. Сотни жителей Южной столицы в течение всего вечера смогли не только насладиться прекрасными песнями, звучавшими со сцены, но и угоститься по-домашнему вкусной выпечкой одесских хозяюшек. Средства от продажи этих вкусностей пойдут на лечение больных детей. Даже самые юные кулинары поучаствовали в этой благотворительной акции. Маффины принесла с вишней и шоколадный пирог с черничным джемом. Мы решили помочь этой девочке, потому что мы хотим, чтобы она радовалась жизни, чтобы она увидела, какой тут мир хороший. Для самых маленьких участников праздника организаторы приготовили целую программу интересных занятий, игр и забав. Работали площадки с аниматорами, открылись мастер-классы по рисованию, аппликации и созданию картин из природных материалов. Я сделала фламинго из ракушек. Мне понравилось то, что там делается из бисера. Я умею плести очень хорошо, и поэтому мне это очень понравилось. Настоящей изюминкой праздника стал флеш-мобы под названием «Мамина радость». Молодые мамы с детскими колясками, а также маленькие девочки с куклами танцевали в отделе хоровод. А рядом работала выставка детских творческих работ. Радостные лица папы и мамы, улыбающиеся дети. Таков мир детских представлений о дружной и счастливой семье. В настоящей, ненарисованной жизни бывает, конечно, и по-другому. Случаются и беды, и трудности. Но, как говорят взрослые, семья обязательно со всем справится, если есть любовь. Настоящая любовь. И о том, какая она должна быть на самом деле, участникам праздника напоминали слова апостола Павла, написанные на одном из стендов. Цитировали их и участники торжества. По слову апостола Павла, любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не мыслит зла, не раздражается, не гордится, не радуется о неправде, а срадуется истине. Примером именно такой любви и служат уже почти восемь столетий святые Петр и Феврония. Святые супруги прошли свой земной путь, никогда не разлучаясь. Их любовь перешла вместе с ними и в мир иной. Скончались они в один день и в один час. И мощи их хранятся до сего дня в одном гробу в Свято-Троицком монастыре города Мурома. Помнить о вечных ценностях призывали и организаторы, и участники праздника. По их мнению, тогда и разводов станет меньше, а семьи будут жить, как в старой доброй сказке, долго и счастливо. Хотелось бы пожелать, наверное, любви, верности, преданности, чтобы люди больше понимали друг друга в отношениях, хранили друг друга. Потому что это важно на протяжении всей жизни. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса. У каждой болезни есть своя причина. У зависимости алкогольной, наркотической – это причина крайняя форма духовного кризиса личности. А потому победить эту болезнь можно, только вернув человеку понимание цели своего существования. В этом уверены в Севастопольской региональной общественной организации «За жизнь». Эта организация представляет собой ряд восстановительных центров, помогающих людям, пострадавшим от действия алкоголя, наркотиков и оставшихся без крова. В одном из таких центров побывала и Светлана Карташева. В спальном районе в одном из новостроев для реабилитационного центра казалось место необычное. Привычнее, конечно, когда частный дом вдали от города и его суеты. Но руководитель центра Игорь Карташев объясняет, что социальная адаптация важна. В репцентре не спрячешься от проблемы и искушений. Рано или поздно зависимый должен вернуться в мир. И надо учиться жить среди людей. А потому все подопечные, проходя программу реабилитации, имеют возможность и работать по мере сил. При этом вопрос проживания и питания берет на себя центр. Полноценная нормальная жизнь у ребят. Кто хочет такой жизнью жить, живут, нравятся, кажется, растут, развиваются как физически, так и духовно, естественно. И уходят нормальными людьми. Центр может принять 30 человек. По словам руководителя, старались приложить все усилия, чтобы жилье для тех, кто находится на реабилитации, было хорошим. Ведь чистота и порядок вокруг тоже помогают. Прилично, культурно, где нужно мыться, нужно стираться. Это тоже в процесс восстановления личности немаловажная роль. То есть человеку научить личной гигиене телесной, для начала, а уж потом гигиене духовной. Существуют разные методики реабилитации, но помогают только духовно ориентированные программы. Это подтверждает своим опытом и Павел. Одному тяжело очень. И поэтому руководство, учителя, руководители, они помогают нам изменить наше мышление, наши сердца. И направляют на то, чтобы мы в своей жизни ставили цели какие-то. Я верю, что Бог есть, и Он нам тоже помогает в этом. У меня уже восстанавливается семья. У меня есть ребенок на Украине. Они согласны восстановить семью. Была разрушена из-за того, что я был в зависимости. Вот уже четыре года подряд центр регулярно посещает священник, беседы с которым помогают ребятам понять, как изменить свою жизнь и где взять силы для этого. Ведь пребывание здесь – это возможность стать другим. Не хочешь менять свою жизнь? Иди так живи. Не занимай место. Не трать время ни старших братьев, ни психолога, ни священника. Оставь место для того человека, который придет с желанием жизни своей поменяться, восстановиться и стать нормальным человеком. Приобрести новые трудовые навыки или даже просто научиться работать – в этом здесь готовы помочь. Реклама своя у нас. Деревья пилим, демонтаж какой-то делаем. Это несколько функций выполняет. Как зарабатывание каких-то небольших средств для обеспечения жизнедеятельности нашей организации, так и определенные навыки. В программу реабилитации уходит умеренная трудотерапия. Умеренная трудотерапия. Никто не заставляет никого там сверх силы заработать. Если видишь, что человек не может делать, то его никто никуда не погонит. В реабцентре у нас не бывает такого, что день один и тот же. Монотонности нет. Каждый день он новый день. Что-то новое каждый приносит. И действительно для многих совершенно новое понятие – трезвый досуг. Это и посещение театра, администрация которого дает бесплатные билеты на представления, и выезды на природу. Ребятам по 40 лет, 35, они бывают радуются, как дети. Смотришь на них, думаешь, ну и слава богу, прям аж самого сердце в радости переполняешь, что вот все-таки, ну как говорится, достаем из них вот эти чувства человеческие. То есть тот моральный облик, который должен быть изначально там. Что каждый человек же создан по образу и подобию Божьему. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым. 27 июля на Владимирскую горку в столице привезут 7 чудотворных икон Божьей Матери из разных уголков Украины. Они уникальны. Их привезли в Киев к тысячелетию представления святого князя Владимира. Иконы, которые покажут верующим – Зимненское, Почаевское, Ахтырское, Касперовское, Песчанское, Светогорское и Призренно Смирение. У каждой из них своя история и свои чудотворные свойства. Например, Зимненская икона Божьей Матери по преданию была подарена Константинопольским патриархом византийской царевне Анне. Благословение на брак с великим князем Владимиром. Касперовская икона Божьей Матери стала защитницей Одессы во время Крымской войны. Ахтырская икона с момента своего явления в 1739 году помогала страдающим лихорадкой. А Песчанская икона Божьей Матери в 1830 году остановила эпидемию холеры в Харьковской губернии. Как сообщалось ранее, 7 чудотворных икон Божьей Матери 27 июля в 14.00 будут перенесены на Владимирскую горку, где состоится молебен в честь тысячелетия представления святого князя Владимира. После молебна крестным ходом святыни перенесут в Киево-Печерскую лавру. Поклониться чудотворным иконам можно будет 27 и 28 июля. Далее в программе о некоторых публикациях, которые разместили православные сайты, с кратким обзором новостей вас ознакомит Валерий Гриценко. Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре мы предлагаем ознакомиться с публикациями, в которых вы сможете найти ответы на важные вопросы. Зачем терпеть страдания? Мы привыкли думать, что любая боль, физическая или душевная, любая потеря, любой дискомфорт – это одинаковые поводы для скорби. С этими переживаниями надо любой ценой бороться и стараться их избегать. Но так ли это? Почему святитель Лука, воин Есенецкий, мог сказать «я полюбил страдания»? Как можно благодарить Бога за боль, за смерть самых близких? Почему пережитое страдание можно назвать духовным богатством, избавляющим от комплекса жертвы и открывающим высокое искусство жизни? Читайте об этом на сайте Православия в Украине. Для чего людям церковный брак? Почему сегодня брак стал таким непрочным? Почему количество разводов, по существующей статистике, зачастую превышает количество бракосочетаний? Куда уходит любовь и стремление быть вместе у молодых людей, которые разводятся, не успев порой отпраздновать и первые годовщины своей свадьбы? Почему развод в церкви понимается как катастрофа? В чем смысл христианского брака? Разобраться в этом поможет публикация на сайте журнала ФОМА в Украине. Почему женщин не пускают в алтарь? Женщина с точки зрения церкви вовсе не является чем-то нечистым, как это подозревают некие либерально настроенные личности. Иначе не превозносила бы церковь так причистую Богородицу. Не чтила бы сон святых жен и дев. Почему же священники не допускают женщин в алтаре? Почему в церкви есть запрещенные для женщин места? Женщина что, хуже мужчины? На эти вопросы отвечает архимандрит Алипий Светличный. На сайте молодость неравнодушна. Молодость – роковая пора. Именно в эту пору решается судьба и будущее счастья человека. Как справиться с искушениями? Что может дать молодежи православие? И почему именно в молодости человек выбирает свою судьбу? На эти и другие вопросы отвечает профессор Московской академии Алексей Ильич Осипов в своей лекции «Церковь и молодежь». Полный ее текст опубликовал православный интернет-дайджест для всех «Душа». Рассказ бывшей колдуньи. «Мой путь к Богу» – так называется рубрика, которую в программе телеканала «Спас» ведет священник Георгий Максимов. В эфире он встречается с людьми, обратившимися в православие из разных неправославных конфессий. Жизненным примером может служить рассказ бывшей колдуньи, в котором она поведала о своем горьком опыте. Разговор о вреде гаданий, магии и оккультизма вы найдете на сайте sueverian.net. Как правильно дарить детям подарки? Современные игрушки так тщательно и надежно упаковывают, что перед тем, как ребенок доберется до желанного медведя, паровоза или куклы, всей семье придется пройти непростой квест. Ребенок, получивший игрушку, разумеется, хочет сразу с ней поиграть. Но не тут-то было. Что нужно сделать для того, чтобы чадо смогло сразу порадоваться подарку? Несколько простых правил вы найдете на сайте «Православный собеседник». О новых интересных публикациях вы узнаете в нашем обзоре ровно через неделю. Вы смотрите «Седмицу» в продолжении выпуска о таких событиях. Сто шедевров в арсенале искусств. В Киеве открылась выставка работы выдающейся украинской художницы Екатерины Белокур. Уникальная находка. Неподалеку от острова Хортица найден меч великого князя Святослава. Автопробег на Соловки. Его совершат паломники Запорожской епархии. Они отправятся к месту упокоения последнего кашевого атамана Запорожской сечи Петра Колнышевского. В Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Арсенал искусств» открылась масштабная ретроспектива работы выдающейся украинской художницы 20-го столетия Екатерины Белокур. В нынешнем году исполняется 115 лет со дня ее рождения. В экспозиции около ста шедевров художницы из разных музеев. Это и масляная живопись, и рисунки, и небольшие очерки. Есть даже сказка, написанная мастерицей. Зрители смогут оценить все грани таланта уникальной художницы, которая является одним из символов украинской культуры. О выставке в сюжете Александр Лалюк. «Хочу быть художником» – автобиографическая цитата и жизненная креда женщины, ставшей символом украинской культуры. Екатерина Белокур родилась 115 лет тому в селе Богдановка. Богдановка – это была и Черкащина, и Полтавщина, и Киевщина, переходила из региона в регион. И я бы сказал, что можно назвать, мабуть, говорят Черкащина, земля Богдана и Тараса, можно сказать, земля Богдана и Тараса Екатерины Белокуру. Девочка из украинского села, не имеющая даже начального образования, получила мировое признание. На киевской выставке есть картина из Ягатинского музея, подписанная Екатериной Белокур, когда ей был 41 год. Своё имя она писала с ошибкой. Родители не пустили дочку в школу, решили, что и так умеет читать. Рисовать запрещали. Екатерина писала тайком. Угольками на полотне или натуральными красками. Кисточки делала из кошачьей шерсти. Лишь взрослая она узнала, что бывают масляные краски. Но вы не найдете в ее работах смутку, жалю або чего-то трагичного. Это колоссальная энергия життя, колоссальная краса природы. Она любила не только квти, она любила комах, птахов. Она даже обратилась в газету «Черкасскую правду» с проханием приняти закон, который бы покарал тих, кто руйнует пташинь и гнездо. Потому что, в основном, она считала, что это руйнация света, руйнация всего живого, руйнация краси. В судьбе Екатерины – непонимание близких, женская неустроенность, а на картинах – райская жизнь и чудо-цветы. Я поехала со своими детьми в село Богданівка уже после того, как открылась выставка. И очень хотела, чтобы они услышали эту оповедь и слышали, как тяжело девочке было жить, и как вона все життя все ж таки попро все и шла до своей мрии и реализовала свой Божий дар. В «Мастерському арсенале» есть одна из последних работ Екатерины Белокур – плакатного жанра, новорожденный с аистами, подсолнухи со смайликами. Рядом с картиной – сказка, придуманная самой художницей. Родился младенец, радуется красоте, Богом созданного мира. Понесли его аисты по планете. И пришел в ужас ребенок от того, сколько несчастья в этом мире из-за оружия созданного человечеством. Написала эту сказку Екатерина Белокур полстолетия тому назад. Александр Лылюк, Сергей Лукьяненко, Киев. В Запорожье, в реке Днепр, в районе легендарного острова Хортица, недалеко от Днепрогресса, был найден меч тысячелетнего возраста. Как установили ученые, это уникальная находка – участник в битве эпохи великого князя Святослава. Подробнее об этом в сюжете из Запорожья. Прожив всего неполных 30 лет, князь Святослав Игоревич стал одним из самых активных и успешных собирателей земель Киевской Руси. И как никто другой, он расширил границы влияния древнерусского государства. Благодаря деятельности князя, сфера влияния Руси в конце 10-го столетия распространилась от Балкан до Волги и от Прибалтики до Кавказа. Киевское государство на тот момент стало крупнейшим в Европе и одним из самых больших в мире. Русский историк Рамзин называл Святослава Александром Македонским нашей древней истории. В марте 972 года, закончив болгарский поход на обратном пути в Киев, князь-победитель с небольшой дружиной был окружен печенегами. Это произошло в районе острова Хортица. В неравном бою Святослав погиб. Он является для нас образец рыцарства того времени. Этот человек никогда не нападал коварно. Князь был преисполнен благородства. Он всегда объявлял иду на вы, посылал гонцов. Ну и для военачальников всех времен он есть. Вот образец того, о чем позже говорил Александр Васильевич Суворов. Отец для солдат. Он жил так же, как солдаты, как дружинники. Ну, солдаты современным языком, как его дружинники, самые простые. Спал на земле. Физическая великолепная подготовка. Воинский коллективизм – это то, что принесло ему славу. Именно на месте предполагаемой гибели в Запорожье и был найден меч, который мог принадлежать князю Святославу. Ценную находку случайно выловили из реки на спиннинг во время рыбалки вблизи острова Хортица с глубины 20 метров. Его надо рассматривать все-таки в комплексе уже с теми пятью мечами, которые были найдены во время Днепрогрессовской экспедиции в 20-х годах прошлого века. Находка именно вот этого меча во многом склоняет чашу весов именно в пользу того, что эта последняя битва с печенегами могла быть именно на Хортице. Других битв, зафиксированных в летописи, на близлежащей территории не было. Только зафиксировано, только это одна битва. Меч весьма уникален еще и тем, что он был без ножен найден. То есть он был потерян в боевом положении. То есть если бы кто-то просто проплывая по роге его уронил, обронил, потерял, то хотя бы остатки ножен бы были. Плюс таких мечей было не очень много на, скажем так, всю Киевскую Русь. И этот меч мог принадлежать только знатному воину. По меркам археологов, меч сохранился хорошо. Как установили специалисты, ему не менее тысячи ста лет. На этапе приобретения этой находки в фонды национального заповедника Хортица помощь оказал Владимир Кальцев. Этот меч занял почетное место в экспозиции нашего музея. Он не едет в Киев, он не уедет в частные коллекции. Он не пропадет у черных археологов, а он будет служить настоящей жемчужиной, украшением коллекции нашего музея. Понятно, что это еще одно из мощнейших доказательств того, что действительно место гибели Святослава находится здесь, вблизи острова Хортица, вблизи нашего Днепрогресса. И я думаю, что мы сможем организовать и дальнейшее исследование того места, где был найден меч, а он поднят с глубины 22 метра, волей случая, я говорю, волей Бога. Реставрация меча проходила в Национальном реставрационном центре Украины. Исследования, проведенные в процессе восстановления редкой находки, дали очень интересные результаты. После целого ряда анализов, включая рентгеновские исследования, была обнаружена надпись, которая свидетельствует о том, что меч был изготовлен в районе Германии и Бельгии, где и было в то время налажено производство мечей скандинавского типа эпохи викингов. Почему делается этот вывод? Сама технология изготовления клинок сделана из высокоуглеродистой стали. Есть клеймо Ульбрехт, и наши сотрудники проводили исследование именно этой надписи, и она действительно оригинальная, то есть этот оригинальный клинок Ульбрехтов. Очень богато сделано рукоять и перекрестие меча. Там три металла идут – латунь, медь и серебро. То есть по этой работе меч каролинского типа мы можем говорить, что он мог принадлежать знатному воину. И если не сам князь Святослав, кто-то из его ближайшего окружения владел этим мечом и принимал участие в битвах, которые были на нашей территории. Анна Регульская, Сергей Андриенко, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Запорожье. В разных епархиях Украины прошли крестные ходы. Так, община Екатериненского храма города Сдолбунова Ровенской области совершила крестный ход на велосипедах по монастырям Ровенской и Тернопольской епархии. Велопробег был приурочен к тысячелетию представления святого раноапостольного князя Владимира. Прихожане и священнослужители преодолели расстояние более 200 километров. В каждой обители они совершали остановку, чтобы помолиться учтимых святынь о мире и покое в Украине. Велопробег «Молитва за мир в Украине» также состоялся в Курецком районе Ровенской области. А в Запорожской епархии паломники готовятся совершить автопробег на Соловки. Около 6 тысяч километров проедут они от Запорожья до Соловицкого монастыря, где в 1803 году почил последний кашевой атаман сечи Петр Клонышевский. Благословения на паломничество участники автопробега возьмут 28 июля у представителя Украинской православной церкви, блаженшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия. В тот же день они выйдут из столицы. Возвращение в Запорожье запланировано на 8 августа. Напомним, согласно решению Священного Синода Украинской православной церкви от 23 декабря 2014 года Петр Клонышевский был перечислен к лику местночтимых новомучеников и исповедников Запорожской епархии в чине праведных. В Соловецком монастыре последний кашевой атаман Запорожской сечи провел 25 лет. Здесь он был похоронен возле Свято-Преображенского собора Соловецкого монастыря. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин